Давайте пока у нас это самое, пока у нас тут маленькая техническая заминка, давайте познакомимся. Меня зовут Алексей Федоров. Так, микрофон, по-моему, работает тоже на всякий случай. Вот этот вот мне нужно. Меня слышно? А меня слышно просто или меня слышно через... А, все, хорошо. Значит, смотрите, я в компании Одноклассники занимаюсь тем, что называется технический евангелизм. То есть я езжу по конференциям и как-то рассказываю про компанию, рассказываю про Java, про высокие нагрузки, про то, чем мы занимаемся, короче говоря. У нас довольно много сейчас, вот перед нами стоит разных продуктовых задач. В частности, мы занимаемся, если кому-то интересно про Mobile, мы сейчас занимаемся тем, что называется Mobile First. И, в общем, в связи с этим испытываем много боли. Вот если кто-то что-то про это знает, то подходите ко мне, поговорим. Вот, значит, кроме того, я крупнейший в России организатор конференций по Java. Кто-то, может, был на каких-нибудь конференциях? Joker, G-Point, Juke, поднимите руку, пожалуйста, чтобы я просто понимал аудиторию. Хорошо, понятно. Тогда давайте познакомимся, потому что, судя по всему... А можно мне здесь фуллскрин сделать? А, вот это, все. Окей. И сейчас мы еще попробуем нанотехнологии в действии. А у меня свой кликер. Они будут работать параллельно? А вот мы сейчас узнаем. Да, они прекрасно работают параллельно. Вот. Давайте тогда немножко неожиданно, давайте познакомимся. Скажите, пожалуйста, поскольку вас там довольно много, с каждым мы не успеем. Кто из вас Java-программист? Поднимите руку, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Кто, например, менеджер проектный? Ага. А кто остальные люди? Кто тестировщики? Ну, примерно понятно. Большинство из вас Java-программисты. Ну, хорошо. Тогда, в общем, примерно понятно. Тогда, наверное, все будет по делу. Да, я немножко покажу немножко кода, а может быть и немножко кода. Но, в принципе, мы будем как-то пытаться делать так, чтобы это все было не очень сложно и всех не мучить. Кто вообще представляет себе из вас, что такое unsafe? Тоже поднимите руку, пожалуйста. Да, хорошо. Значит, смотрите. В какой-то момент у разработчиков компании Sun и пришло понимание, что очень удобно писать, собственно, Java, развивать Java на самой Java. Это вот такая мысль простая о том, что продукт, собственно, и технологию можно делать на самой этой технологии. Она довольно характерна. Вот прошло несколько лет и выяснилось, что писать на Java просто удобнее самим людям, которые делают Java, чем на чем угодно. Это, в принципе, дает очень широкие возможности. И это движение было характерно вокруг всей Java платформы, вокруг всех ее частей. И вокруг компилятора, например, Java C, первые версии джавовского компилятора, были написаны, собственно, на более нескольких языках. Но уже много лет там тот же Java C, он пишется на Java. И это очень характерно для самой библиотеки классов и платформы в целом. Соответственно, где-то лет 15 назад, в районе 2000 года, внутри SunGDK появился класс волшебный, который называется Unsafe. SunMiscUnsafe. На самом деле, когда у вас работает рантайм, у вас существует некоторый синглтон, некоторый единственный экземпляр этого класса, который на самом деле реализует всякие нескоруневые штуки. Мы немножко сейчас его под лупой рассмотрим. Но правда в том, что это некоторые, на самом деле, вот это вот определение, его дал Марк Рейнольд, архитектор платформы Java на Java Machine Language Summit, который прошел этим летом. То есть, выражаясь более просто, это некоторый мост между стандартной библиотекой классов и виртуальной машиной. То есть, библиотеки классов, чтобы реализовать некоторые свои методы, некоторые свои функции, они, собственно, обращаются к этому Unsafe. То есть, это объект, который, на самом деле, является такой тоже некоторой границей между виртуальной машиной и остальной Java. Значит, собственно, где же он используется? Вот изначально в Java 1.4, в котором он только появился, он использовался в основном в таких частях, как InOut, Reflection, Сивилизация. Потом, с появлением Java 5 и того, что называется Java Etil Concurrent, GSR 166, он стал использоваться больше и больше. Ну, кроме GSR 166, который, в общем, каждый раз, когда, собственно, выходит новая Java, появляются новые и новые API, старые API оптимизируются. Мы чуть попозже там конкретные примерчики некоторые рассмотрим. Этот самый Unsafe используется еще в многих других местах, например, вот в частности, там, в Java Link Invoke пакете. Значит, очень существенная вещь, то, что Unsafe не является частью публичной спецификации Java. То есть надо понимать, что Java, это, там, каждая версия Java, там, 1.4, 5, 6, 7, 8, 9, которая будет, это некоторый стандарт, который описывает то, как себя должен вести там ваш рантайм, ваш язык, если мы говорим про компилятор, да, ваша виртуальная машина, если мы говорим про виртуальную машину. То есть это, в принципе, вещь, которая описывает, ну, как себя должна вести библиотека классов, машина, язык и так далее. И известно, что, в общем, существует довольно много вендоров Java, которые эту спецификацию реализовывают. Вот. Там есть много разных вопросов, связанных с разными типами совместимости. В общем, я про это немножко рассказывал на прошлом секре и позапрошлом секре, поэтому, кто хочет посмотреть, вот на позапрошлом секре я очень много рассказывал именно про Java как спецификацию и там JDK как реализацию. Вот. Существенно, что, собственно, Unsafe появился еще в недрах Sun, потом он же перекочевал и в open-source реализацию, которая называется OpenJDK, и, собственно, с покупкой Oracle компании Sun он тоже, естественно, перекочевал. При этом там название пакета никак не менялось. Он как был SunMix Unsafe, так и остался SunMix Unsafe. Вот. И выяснилось, что, в общем, иметь такую обертку, ее достаточно удобно. То есть, грубо говоря, люди, которые делали другие виртуальные машины и другие JDK, они посмотрели на все на это и сказали, о, да, отлично, мы тоже хотим выделить некоторый слой, который, собственно, будет отвечать за вот этот вот интероп. И в какой-то момент они поняли, что, в общем, там довольно большая база кодовая есть уже OpenJDK, и многие, собственно, из перечисленных вендоров, они непосредственно эту кодовую базу берут за основу для того, чтобы там свою машину делать. Некоторые вообще делают порты такие, как там SAP, у них довольно сложная система лицензирования, двойная и коммерческая, и OpenSource. Вот. Они тоже там очень много кодовой базы используют. И, соответственно, в общем, выяснилось, что иметь Unsafe — это очень здорово, и в итоге реальность такова, что Unsafe есть у всех, ну или по крайней мере, там у всех известных мне реализацию Java. Более того, как, наверное, многие из вас знают, Android, он, собственно, появился тоже не на ровном месте, а во многом на базе того, что называлось Harmony. Это такой проект. Он вроде как Apache OpenSource, но на самом деле понятно, что там основными контрибьюторами были компании Intel и IBM, в том числе большая часть этого проекта делала в петербургском офисе компания Intel, к сожалению, офис на непокойный, но неважно. В общем, суть в том, что те Android, вот те девайсы, которые у вас в кармане, на них тоже есть Unsafe, и хотя там вроде как и машина другая, и все другое, но не суть. Собственно, как это выглядит вообще, если взять исходные коды и посмотреть, что мы там можем увидеть. Вот, собственно, в этом классе Unsafe, в нем есть просто некий метод getUnsafe, который позволяет после определенных проверочек security выдать вам этот объект синглтона, который правит static final. И при этом довольно интересно, что вроде как разработчики GK сделали так, чтобы обычным разработчикам этот Unsafe было не достать. То есть можно посмотреть, что здесь вот есть ColorSensitive, некая штука, которая на самом деле, ну, можно потом, можете почитать на досуге, что это такое. В общем, короче говоря, вот здесь вот выстроена некая механика, которая вроде как через метод getUnsafe не дает получить этот самый Unsafe. И вроде все хорошо, но проблема в том, что такой же механикой они не закрыли само поле. То есть через метод вот этот вот getUnsafe вот так вот достать не получится, а вытащить с поля Reflection запросто. То есть на самом деле все люди, которые используют сейчас Unsafe, они делают это примерно, ну, вот каким-то таким способом. То есть они берут просто через Reflection на самом деле, вытаскивают соответствующее поле the Unsafe, вот, ну и потом просто там, не знаю, делают добавленную константу и вперед, используя где хочешь. Ну, вот так. Значит, сознательно эту ошибку, как бы эту дырку оставили разработчики GDK, или несознательно, я вам сказать не могу, я свечку не держал, вот. Но кто-то говорит, что, в общем, очень похоже на баг, да, то есть. Как вы видите, да, вот в этом вот коде тут есть, собственно, setAssessible, тут есть getDeclaredField, это все Reflection, да, для того, чтобы, собственно, по дефолту в Java выключен Security Manager, поэтому это все будет работать. Если у вас Security Manager включен, да, и там соответствующие пермиссии, то у вас вылетит AssessControlException, что, в общем, логично. Вот, слава богу, в каких-то там больших системах, сейчас все-таки принято запускать сервера, допустим, Enterprise с определенными политиками, вот, там, не знаю, оплеты, то есть из-за оплета так вот просто позвать не получится, да, то есть люди, которые, вы берете, вы заходите в интернет, берете оплеты, а оплеты не получатся взять и вызвать вас Unsave, и вас как-то там не с кого у него поломать. Но в целом, в общем, для простых смертных вот по дефолту это делается очень просто. Когда вы компилируете программу, у вас там используется Unsave, вы, естественно, получаете ворнинг о том, что это не публичный API. Еще раз подчеркну, это очень важная вещь, что в Java есть публичные методы, классы, да, пакеты и так далее, есть не публичные. Вот Unsave, SunMisk, он не публичный. В общем, само его название, оно говорит о том, что это что-то внутреннее, что-то внутреннее, какие-то внутренние кусочки реализации. Но, тем не менее, такого предупреждения компилятора, его оказалось мало, и Unsave проезд везде. Значит, ну, мы же все умные, да, мы видим, там, компилируется, дает предупреждение. Черт с ним, компилируется, ну, давайте, давайте работать. Ничего страшного, ошибка компиляции, ну, только ворнинг при компиляции вообще фигня. А особо умные люди, они вообще вот так делают. То есть на самом деле можно компилятору сказать, что, чувак, а давай-ка подави мне этот ворнинг. Ну, и подавить ворнинг, и вообще не видеть у себя в логах компилятора каких-то таких вот замечаний. Ну, окей. Вот, собственно, а почему же так вообще все любят Unsave? Почему вообще все так про это много говорят в последнее время? Вот я тут взял и просто наскриншотил, на самом деле, из идеи тот API, который у него есть. Да, и видно, что, в общем, там, если вот коротко говорить, то основные вещи, которые он делает, это записать какое-нибудь, там, что-то в память, прочитать что-то из памяти. Причем это что-то может быть разных типов. Писать это можно с разными ограничениями, там, на видимость, с точки зрения модели памяти, там, волатильной, неволатильной и так далее. Вот. И на самом деле, собственно, возникает вопрос, а почему нельзя взять просто и… Да, и большинство этих методов, они нативные, на самом деле. Вот там почти все эти методы, они там больше, там, не знаю, подавляющие большинство, они реально вот… Если посмотреть вот в реальный вход, то это как бы native. Вот. Окей, давайте там посмотрим вообще, что такое native вызов в Java. Вот, казалось бы, давайте там сделаем собственный какой-нибудь unsafe здесь прямо на секре и вот там сделаем какой-нибудь geni-вызов. Правда в том, что geni-вызов, он стоит довольно дорого. Вот если посмотреть, как вообще Java прокидывает, вот, ну, то есть как из Java вызывает нативный код, то внезапно выясняется, что это вот не так просто, что на самом деле runtime в этом месте делает очень много специальных упражнений, и там танцует в присядку. Вот. И, в общем, я так посчитал, там что-то типа около, там, не знаю, 10 или 12 вот еще действий, кроме непосредственно вызова функций. Ему нужно там правильно все выставить. И эта штука, она, понятно, занимает там определенное время и стоит довольно дорого в случае, если у вас вызовы маленькие. В случае, если у вас вызовы большие, долгие, понятно, что, в общем, вам довольно все равно, вам эти накладные расходы по сравнению с стоимостью самого дорогого там большого вызова ничего не стоит. Вот. Но если у вас вызовы какие-то маленькие, то это офигенно дорого. Вот. Поэтому такие вещи, как вытащить какой-то инт, в общем, который хотелось бы делать быстро, вот. Их надо уметь делать быстро. Вот. Еще есть такая важная вещь, что современные runtime и javascript, они очень умны. Они активно используют интристики. Что такое интристики? Это, на самом деле, некоторые хаки, когда, ну, или, там, хуки. Вот. Когда машина знает, что, эй, в этом месте я могу делать вот не каким-то стандартным способом, а в этом месте я могу сделать исключение и сделать, вот я знаю конкретно, что вот на этой машине есть какая-нибудь операция, которая вот вместо большого куска кода делает мне что-то очень быстро. Вот. Значит, посмотрим, вот на просто накутоженный кусочек unsafe, да, есть два метода. Первый — это стандартный kprn-swap, который, там, понятно, атомарно меняет два значения. И второй — это get-and-det, который, собственно, выдает вам значение и потом атомарно добавляет то, что вы ему передаете аргумент. Такие довольно известные примитивы синхронизационные. Вот. На нем построен целый класс алгоритмов, которые называются неблокирующими. Вот. И если посмотреть в реализацию, да, то видно, что, в общем, один метод здесь использует другой просто, собственно, в цикле. То, что называется caslub. И если мы посмотрим на Java 7, то, в принципе, мы этот caslub увидим. А если мы посмотрим в Java 8, то выяснится, что вместо всего вот этого огромного кода порождается, на самом деле, одна инструкция, просто потому, что виртуальная машина знает, что на x86 вот это все можно сделать гораздо быстрее просто вот так. Ну и там какой-то перформанс-анализ, который сделал мой коллега Андрей Пангин, он показывает, что это действительно имеет смысл, что в этом месте возникает буст на простой четырехъядерной машине, на обычном вот таком вот каком-то компьютере. При росте количества потоков разница просто там в разы. Это все имеет смысл. Собственно, как используют unsafe? И используют для создания разных off-hip коллекций. Естественно, используют, ну, в частности, например, локальность данных. Известная вещь, да, что там поход посылки это довольно дорого, учитывая только работает современное железо, разнообразные кэши и прочее, очень выгодно с точки зрения перформанса хранить все данные рядом для того, чтобы там кэшлайны быстрее загружались, ну, чтобы вы загружаете один кэшлайн, и у вас сразу подгружаются нужные вам данные при фетче, и прочие разные такие штуки. Поэтому люди, которые делают какие-нибудь там хешмапы и прочее, они, собственно, вместо стандартных Java, которые прождают кучу огромных объектов, там map entry, map entry, еще указатели на ключ и значение, они просто выстраивают это в некую массивную структуру, таким как это. Это больше похоже на struct, это больше похоже на C, на C++, на C Sharp, вот на те языки, в которых это есть как бы сразу by design. Кроме того, понятно, что разные операции ввода-вывода, особенно там все, что связано с файлами, memory mapped файлами, вот, и нескоро не взаимодействие с операционной системой. То есть, когда вам обычной Java не хватает, то вы можете использоваться разными вещами, как там, не знаю, разные аллокаторы, арифметика указателей, thread affinity и всякие такие вещи. Вот. Это широко используется, на самом деле, по всему миру. Соответственно, например, вот там, в месседжинге, в HyperFone, в месседжинге, когда нужно там генерить миллионы месседжей в секунду, вот, собственно, это практически единственный способ как это делать. В какой-то момент произошло следующее. Стало понятно, что unsafe — это вещь довольно опасная. Когда вы работаете с такими низковыми вещами, шаг влево, шаг вправо — это crash dump. То есть вот если обычный Java, вы выкидываете исключение, ну и поток, в худшем случае поток, который, в котором исключение породилось, он умирает, то вот исключение, если у вас происходит какая-то проблема в unsafe, то все, это как бы sigbasic, fault и что-нибудь вот такое. То есть виртуальная машина в этом месте говорит, как бы все, я закончилась, вот мой crash dump, разбирайся. И понятно, что это, в общем, большая security проблема. Соответственно, в какой-то момент компания сама сказала, блин, наш API, наш unsafe все используют направо-налево, не по делу. Мы так не хотели, мы хотели использовать только сами, никому не давать, давайте удалим. Окей, сказали все, попробуйте. Собственно, ну что делать? Вот у нас в 1-классиках unsafe довольно много. У нас там 7 или 8 тысяч серверов, они все высоконагружены, у нас реально там возникают проблемы со сборкой мусора, возникают проблемы с размещением данных, возникают проблемы с перформансом, нам все это важно и нужно, поэтому мы там довольно активно используем. У нас есть там свои библиотеки. То есть у нас есть некая библиотека, например, OneNeo, которая в себе, слава богу, очень много там внутри используется unsafe, и больше вроде как там в других местах мы не используем. То есть у нас есть некий proxy. Вот, в принципе, понятно, можно переписать все более-менее стандартными средствами. Проблема в том, что, ну, даже тоже все понятно, все мы взрослые люди, все мы понимаем, как это делается, пишется некий в раппер, да, сначала, чтобы сохранить функциональность, потом этому в рапперу подставляется другая реализация, в общем, все как надо. Вот, фокус в том, что это повлечет в собой огромные потери в производительности. Когда говорю огромные, это значит, что там десятки, сотни процентов. А дальше, собственно, возник эффект очень интересный, ради которого я вообще и решил сделать этот доклад. То, что мы сами у себя внутри компании взяли unsafe и своими грязными ручонками его используем, это полбеды. Я бы даже сказал, что это 10 процентов беды. 90 процентов беды заключается в том, что за последние 10 лет unsafe стали использовать не только мы, а реально вся экосистема. Вот тут, на этом слайде, перечислена только, на самом деле, небольшая часть тех значимых проектов и фейерборков, которые есть вообще вокруг Java, собственно, которые unsafe используют. Поднимите, пожалуйста, руку те, у кого в продакшене крутится что-то вот из этого. Ну, вы поняли, короче, да? То есть вы все задеты этой проблемой. Казалось бы, вы не используете unsafe. Но те фреймворки, те тулы, которые вы используете, они без него жить не могут. И понятно, что как только вот все эти ребята, они начнут переписывать свой код, убирать из него unsafe, это огромный дэмэдж вообще для всей экосистемы. Это огромное количество, там, не знаю, миллионы человек лет потраченных. И, собственно, и, в общем, вот, и понятно, что в каждом месте будут проблемы. Где-то будет потеря функциональности, где-то будет проблема потеря производительности. То есть с обновлением, да, просто с переходом на Java 9, там, на Java 10, да, можно словить очень много всяких проблем. И в тот момент, когда комьюнити осознала, насколько глубоко оно вляпалось, возникли разные телодвижения на тему того, собственно, а что с этим всем делать. Вот, то есть поднялся реально в сообществе огромный вой. И вот тут тоже возникла такая проблема. Я себе позволю, я поскольку там довольно много езжу по миру, общаюсь с людьми довольно давно в этой индустрии, я себе позволю такое вот оценочное мнение, что в этой ситуации идиоты абсолютно все. Во-первых, идиоты, ну, то есть очень глупо себя повели люди, которые, собственно, делали эти фреймворки замечательно и брали этот unsafe. Почему? Потому что это для них технический долг. Вот, ну, все же, наверное, да, здесь понимают, что такое technical debt, да, то есть ситуация, в которой когда-то вам что-то придется исправлять, вы об этом знаете, вы это пока не трогаете. Вот мы, когда берем и пишем код вокруг unsafe, это наш технический долг. Мы используем непубличный API. В принципе, мы понимаем, что компания там Oracle, она может взять это, выкинуть, community open.jtk может это выкинуть, и нам придется все переписывать. Мы про это знаем, у нас про это там определенные риски расписаны. Когда вы берете какую-нибудь скалу или кассандру, или спринг, да, на спринге там сейчас все крутится, вы вряд ли же думаете о том, что вы берете себе технический долг в проект. А вы его берете. Просто вы его берете не напрямую, а вот путем использования фреймворка. Фреймворк же вам не сообщает, что я хороший, но у меня есть в этом месте технический долг. Проблема. То есть я не знаю, вот как эта проблема правильно называется, да, но я, в общем, придумал такой термин, называется традиционный локин. Все мы знаем, что такое вендор локин, да, когда мы завязываемся на какое-то конкретное решение и очень сильно зависим от вендора. Когда мы завязываемся на просто, ну, там, на Java как таковую, ну, мы примерно понимаем, что с ней все будет хорошо. Когда мы завязываемся на unsafe, это уже реально технический долг. А тут получается такая терминативная зависимость, что если не просто вы используете, а проект, который вы используете, или, скажем, проект, который использует проект, который вы используете, ну, и там так далее по цепочке сколько угодно. Вообще, если кто-то в этой цепочке использует unsafe, все, мы попали. Вот. И выяснилось, что, собственно, да, это с одной стороны. Я рассказал, почему я считаю, что неправо в этом месте разработчики фреймворка. С другой стороны, я считаю, что совершенно идиотским образом в этом месте себя поверла компания Oracle и ее отдел евангелизма. Потому что все, что они сейчас говорят, ну, ребята, мы же вас предупреждали. А по факту в этом месте нужно было вести огромную работу. Нужно было всем объяснять, что, извините, но импакт такой, что вот одного предупреждения в компиляторе мало. Надо реально было проводить работу огромную и делать так, чтобы это все всплывало не в 2015 году, а в 2005, например. Было бы гораздо проще жить. Поэтому вот мой упрек с другой стороны вендору в том, что он не проводил в этом месте достаточное количество разъяснительной работы. И, собственно, я в этом месте не понимаю, почему я уже не работаю в Oracle. Должен это делать здесь. То есть мне это интересно, это здорово, вот донести до вас ту мысль. Но, по идее, перед вами сейчас здесь должен был стоять на отраслевой конференции одной из крупнейших в России человек из Oracle и про это рассказывать. Он этого не делает. Собственно, как, откуда все пошло, да? Довольно давно уже, там, наверное, лет 10, вокруг Java летает идея модульности разбить все на кусочки какие-то. Почему? Потому что, в общем, в Java известны проблемы с инкапсуляцией, пакеты не работают, есть рефлекшн и прочее, прочее. И вот, собственно, раньше еще там интернет был медленный, и хотелось все Java весь рентайм порезать на кусочки. Сейчас эта проблема в Java 8 во многом решена за счет Compact Profiles, но тем не менее. Вот. В какой-то момент, в прошлом году, Марк Эйнолд выступил просто на одной из тоже крупнейших в мире отраслевых конференций, и вот рассказал, что, наконец, в Java 9 вроде как все будет. И вот тогда, собственно, все взвыли. По ссылочке просто есть там знаменитый пост, который вот эту всю проблему раскрывает довольно широко. Потом мой хороший там знакомый, Крис Энгельберт, он из Hazelcast. Он, собственно, начал какую-то движуху в комьюнити по этому поводу. Возник огромный там 20-страничный документ насчет того, почему ни в коем случае нельзя убирать unsafe. Вот. Дальше, собственно, на одном из крупнейших там мировых симпозиумов, J-Crit, ну, такой закрытый такой клуб для Java-специалистов, тоже это все активно обсуждалось. В общем, все закончилось довольно хорошо. Вот когда я подавал вообще сюда доклад на Secar, я как раз ехал с J-Crit, и это был период, когда вот один симпозиум европейский большой, J-Crit, закончился. А американский симпозиум большой language summit, он еще не начался. То есть это вот было то самое место, в котором как бы это была точка накала, было совершенно непонятно, что будет. То есть была интрига. Вот. Но сейчас как бы я могу вас успокоить. Марк Рейнольд сказал, собственно, что мы будем со всем этим делать. Вот. А делать будем мы следующее, да? Что все вот эти внутренние API, они будут аккуратненько переработаны так, чтобы вынести все, что можно в публичную часть. Вот это так вот выглядит стратегия. То есть если у нас есть какой-то реплейсмент для непубличной части, но для непубличной API уже сейчас он существует, то в Java 9 мы непубличный совсем спрячем, собственно. Но кому нужно для совместимости старое будет доступно через специальные опции. У Java очень много разных опций. Вот. Если, собственно, замены в Java 8 нет, мы будем стараться их придумывать, которые успеем в Java 9 заделиверить, те заделиверим, которые не успеем, положим на Java 10. В любом случае пока на сейфе будет доступен тоже через какую-то опцию. Вот. Что приходит на замену? Я просто, у меня уже очень мало времени. Это War Handles. Это некий тоже API, который там позволит работать с памятью довольно удобно и быстро. Я это все там с вашего позволения пролистаю. Вот. Каково главное достижение? На мой взгляд, главное достижение всего вообще сообщества Java, оно в том, что вроде как удалось договориться. И это очень важно. Это очень важно, потому что, ну вот я описывал, да, мы все стояли на краю пропасти. Проблемы могли быть катастрофическими. И, в общем, проблема в том, что довольно долго этого не осознавали. То есть довольно долго об этом молчали. Я, конечно, не люблю, когда люди вот так вот истерят. Но хотя бы вот тот хайп, который возник, он позволил все-таки сделать всем правильные выводы. Надо понимать, что OpenJDK и Java, вокруг которых все это крутится, да, это вообще такой индустрии, образующий проект. Если мы говорим про open-source индустрии, образующие проекты, их в мире вообще не очень много. Я могу, наверное, их перечислить по пальцам в одной руке, да. Это, наверное, ну вот кроме OpenJDK, это, наверное, Linux, ядро Linux. Это, наверное, все, что связано с GCC, там, с CLENG и так далее. Вот. Честно говоря, что назвать четвертым, я уже даже не знаю. Вот. То есть их реально очень мало. И Java, это вот один реально из главных, и вот с ним возникли такие проблемы. Проблемы решили, все можем спать спокойно. У нас есть еще время до, там, 2000, в 2016 году выйдет Java 9, и в ней все еще будет доступно. Году в 2018-2019 выйдет Java 10, в которой, может быть, проблемы будут там более серьезные. Еще пройдет год, наверное, просто как минимум, да, перед тем, как мы с вами на эту Java 10 там смигрируем. То есть, в принципе, лет 5 у нас еще есть, чтобы все это, как бы, побороть. Вот. Но думать надо начинать уже сейчас. Вот. Если кому-то интересно про эти вещи подробнее, Андрей Пангин, мой коллега, у которого я тут честно стырил, и, ну, мне там немножко стыдно в этом признаваться. Я у него несколько слайдов отсюда взял, в эту презентацию, потому что, собственно, он эту проблему с технической точки зрения хорошо раскрывает. Я решил, что секрет — это не то место, где надо говорить про технические вещи, а то место, где правильно сказать про экосистему. Вот. Поэтому, Андрей, тебе там персональная благодарность от меня, и, собственно, у нас с вами вопросы и ответы. Да, спасибо. У кого вопросы? Докладчику. Доклад был интересный. Да, пожалуйста, давайте. Сколько у нас времени на вопросах, скажите, пожалуйста. Минута. Давайте два вопроса. А вот то, что Unsafe был создан, не являлось ли это необходимостью? И, на самом деле, вот вы вкратце сказали, но не раскрыли. А как она будет сейчас решаться? Ну, то есть, эта прослойка нужна, они сделают это отдельным, но, в принципе, ну, так же крэшется все может. Да, я понял вопрос. Значит, эта прослойка была создана разработчиками платформы Java для того, чтобы иметь возможность из Java быстренько и дешево дергать виртуальную машину. То есть, это нужно было им. Тот факт, что это стало доступно другим, это, мне кажется, такое, это две вещи. Первое, они не подумали над этим хорошенько. Второе, это legacy Java, то есть, не было технических возможностей. То есть, вот security manager можно включить, тогда не будет доступно, но не все работают с security manager. Модули, они меняют структуру инкапсуляции, поэтому эта проблема возникает. То есть, теперь Unsafe будет немножко спрятан, но, опять-таки, можно будет специально его включить. То есть, вся проблема вокруг того, что в новой модульной системе доступ к Unsafe так просто не получить. Вот. Собственно, поэтому вот этот project Jigsaw, вот нарезка Java на модуле, она послужила таким вот сигналом, что беда. Что делать, как бы, ну, то есть, будут замены, будут замены. Они будут вот куски Unsafe и других, на самом деле, не только Unsafe, а еще вот похожих мест. Они будут просто степ-бай-степ заменять на публичные API. Вот, просто это будет делаться постепенно. На самом деле, я спрашиваю, можно ли сделать безопасный публичный API? И да, и нет. То есть, в какой-то степени да. То есть, можно сделать что-то более безопасное, чем Unsafe. Да, но это, в принципе, одна из открытых проблем. То есть, вот, собственно, в тех местах, в которых сейчас еще нет замены, там, собственно, возникает, ну, большинство проблем, там, крутится вокруг того, чтобы это было секьюрно. Там еще был какой-то вопрос. Все? Да. Все, спасибо большое. Так, спасибо, интересный доклад. Я бы хотел...